здравствуйте дорогие мои подписчики гости канала мои любимые девочки вас всех приветствую на очередной расклад также я вас хочу всех пригласить к себе в телеграм-канал я на герой рчат и я на герой медиум заходите подписывайтесь общаетесь если у вас есть какие-то вопросы касаемо ваших умерших родственников они вам снятся и вы не знаете к чему это как это понять пишите мне там эти вопросы я всегда смотрю такие темы потому что я медиум не работаю с умершими я работаю с духами если вы хотите лично у меня погадать заплаты консультации обращайтесь в отца от номер телефона вы видите на экране вот так же есть под видео я всегда принимают только лично по видео звонку и так мои дорогие общий расклад тема сегодня следит ли он за вами зачем следит спрашивает ли он о вас у кого-то интересуется ли издалека может быть через родственников через знакомых через коллег давайте будем смотреть одна позиция загадывайте своего любимого мужчину подумайте о нем представьте его давайте мы с вами все посмотрим и так у меня тут начались уже прыжки прыжки с высоты и так ваш мужчина ваш мужчина сейчас на данный момент давайте посмотрим кто он кем является сейчас на данный момент кто этот человек в каких энергиях он находится или вообще чем он занимается давайте посмотрим давайте посмотрим вас кто вы чем вы занимаетесь что вы сейчас делаете мужчина на данный момент свои желания свой выбор какой-то над чем-то с чем-то ставит на первое место может быть он уже выбрал цель и теперь не видит никаких препятствий нужен только толчок чтобы двигаться вперед мужчина влюбленный но на данный момент скрывает свои чувства практически никому ничего не говорит таит в себе желание сильной мощный мужчина может сейчас на данный момент выпивать ну или по крайней мере может быть пить кофе причем крепкая для того чтобы думать или может быть для того чтобы справиться со своими эмоциями на данный момент он кубковый он в кубковых энергиях ваш мужчина ему сейчас хочется воды может быть он недалеко возле воды может быть он знаете находится в эмоциональном фоне таком знаете водном где ему хочется побыть одному погулять возле реки там вдоль реки вернее или не знаю войти воду немножко отдохнуть там полежать в ванне но потому что его накрывает почему его накрывает а чего накрывает от того что у него на данный момент нету близкой женщины которая была у него в жизни стабильно с которой он расстался который была у него белой голубкой она просто от него ушла оставив его одного с его эмоциями ему очень тяжело боится остаться вообще просто тоже один у него есть какая-то цель и скорее всего двигаться в сторону этой женщины я так думаю мы сейчас все посмотрим да давайте посмотрим вас что у вас сейчас прошу прощения у вас сейчас на данный момент все стабильно вы сидите в этом каменном кресле держите свой пентакль у вас такие мне нравится вот эти вот рога я не знаю чему можно их приурочить может быть вам поставили рога а может быть это у вас некая как корона такая антенна такая где сидит сокол который все увидит а сокол это очень такая знаете такая птица который высоко летает она очень быстро и зоркий глаз у нее может быть у вас такая антенна так скажем с высшей силой и она вам подсказывает правильно да ваша интуиция что вы делаете что у вас происходит в жизни вы на данный момент ну твердо сидите даже не скажешь что стоите сидите твердо сидите материально независимы вами управлять нереально такой женщины не упал управляешь поэтому сейчас у вас все панка под контролем и материальная сфера у вас на первом месте я бы даже сказала у вас цель удержать то что вы сейчас имеете это вашу стабильность это ваше кресло ваше положение и пентакль который вы держите в руках да вы уже знаете как будто уже отчаялись отчаялись ну как вам сказать что может быть что-то налажено сайт скорее всего с этим мужчиной потому что выше вы может быть верили что все получится но увы ничего не получается хотя шансы есть видите тут и цветок уже распустился тут и бокалы еще стоят но вы уже в огорчении как бы да вы уже вот вы в трауре практически до в черном плаще вы это не видите потому что вы уже поняли что нечего ждать ничего скорее всего у нас не получится надо просто отпустить и идти в освоясь и вы хотите света вы хотите стабильности и вы уже не в этих розовых облачь облаках понимаете и что она для она на данный момент для вас это туз туз мечей где есть свет где есть прорыв потому что вы четко для себя поняли и определились если ничего не получается надо ставить точку если мы не можем прийти к чему-то определенному надо поставить точку идти дальше вы как будто все для себя поняли вы как будто вышли из тумана вы вышли из заблуждений может быть вы сами себе хороший психолог а может быть в онлайн раскладах вы сделали уже выводы что надо эту ситуацию оставить надо оставить этого человека отпустить его но и двигаться вперед как бы тяжело не было может быть вы его заблокировали может быть вы с ним уже поговорили о разводе официальном да может быть вы уже от него съехали может быть вывод в общем вы уже все вы разорвали так скажем связь потому что вы вы поняли что вам это нужен вам нужен этот свет вы не можете постоянно находиться в какой-то темноте как он находится в этой темноте ему сейчас достаточно этого потому что эмоционально он наполнен он не хочет света ему хочется сейчас может быть и выпить погрустить помолчать подепрессировать от него такой состоянии страдания вот у человека есть такие люди которые и они счастливы в таких ситуациях да вот когда приходит такой момент когда хочется пострадать но это не про вас вам не хочется страдать вы хотите быстрее из этого всего выйти вы хоть и хотите выйти на этот свет поэтому вы отрубать разрубаете все абсолютно что это мешает вам двигаться вперед и выходите в свет давайте посмотрим следит ли он за вами следит ли он за вами зачем следит почему следит сколько еще будут следить и так надо хорошо помешать и так следит ли он за вами в интернете в соцсетях до следит потому что ему интересно знать куда вы ушли почему вы так резко ушли что уже как бы послужило тому что вы ушли да зачем она уходит почему она уходит почему она больше не хочет меня терпеть и так далее да ему интересно все право знать где вы что вы делаете чем вы занимаетесь потому что у вас вы как-то ушли в интернет наверное да вы закрылись вы скорее всего знаете исчезли из его радаров и он не знает что теперь с вами происходит как некое затмение для него посмотрите затмение видите луна какая черная вот он думать что такое происходит почему она ушла я не понял она ушла навсегда или она еще вернется он за вами сейчас наблюдает в интернете соцсетях причем наблюдает из-за каких-то таких знаете закрытых страниц что вы тоже догадаться не можете что это он и почему него может быть ни одна страница еще что он за вами там следит следит вы одна сейчас или нет у вас кто-то появился да он хочет знать почему вы ушли одна ли вы сейчас почему вы от него закрылись почему вы его к себе не подпускаете почему вы не объявляетесь почему вы ничего себе короче у него к вам очень много вопросов потому что вы его оставили ни с чем вы просто ушли по-английски молча тихо и все так хорошо он будет и дальше за вами наблюдать и следить да потому что у него есть воспоминания к вам о которых он не может забыть когда вы познакомились причем он хочет что чтобы так же как и раньше но тот момент когда вы появлялись в его жизни там после каких-то ссор конфликтов вы может быть его о чем-то просили или например звали его да он вспоминает что может быть опять она мне напишет или позвонит или приедет и опять меня позовет в эту воду в свои эмоции потому что вы давали ему эмоции ему тогда нравилось как вы его наполняли вы очень хорошо умеете наполнять мужчину а ему этого не хватает потому что вы очень эмоциональная и вы вот прям как вот потяни меня к себе да позови меня в эти эмоции заставь я тоже готов с тобой купаться в этом венецианском я не знаю канале да мы будем вместе с тобой плескаться купаться и радоваться жизни еще что он там за вами наблюдает наблюдает потому что ему скучно без вас он остался один сам собой а вы ушли и неважно тоже уже насколько она ушла на эти вот эта мысль уже вот она она надолго ушла она вернется она когда вернется он тоже не знает вернетесь вы или не вернетесь к нему вы оставили без ответа насколько она ушла я не знаю насколько она ушла она хочет знать да потому что без вас очень плохо тоскливо знаете у него самооценка понизилась потому что он раньше считал что он там такой просто король и царь всея руси и такая женщина должна рядом присутствовать молчать ему подчиняться но когда вы его оставили ушли в него самооценка понизилась и он теперь думает значение такой король значит я не такой важный раз она меня оставила и улетела понимаете да вот его самооценка очень сильно понизилась через вас теперь он смотрит постоянно вашу сторону потому что он остался в проигрыше потому что все у вас нету как вас теперь добиваться если вас нету как вас добиваться все дороги к вам ведущей дороге к вам все обрублены закрыты перекрыты все конец . везде кресты вы так понаставили знаете как как раньше как оставили как их называли крис и чтоб танк не проходил вот вы тоже так все понаставили что никак не пройти но у кого-то спрашивает о вас давайте посмотрим у него есть у него есть какие-то люди близкие или знакомые или друзья или соседи или родственники которому он мог бы обратиться причем это не один человек а как будто несколько может быть какие-то женщины в кругу до которых он работает они вас знают может быть какие-то его друзья может быть какие-то родственники там соседи так далее опять же да кому он может обратиться он кстати об этом думает так ну что пусть обращается чего не обращается он вот у него в планах есть съездить может быть также к родственникам или к друзьям увидится и пообщаться хотя хотя он сейчас считает так а смысл спрашивать у них они мне скажут только то что сам я знаю а мне надо что-то побольше какую-то интересную верную информацию знать вот они же не знают этого никто же не знает да я хочу сам разобраться они мне не скажут большего чем знаю я так какую он хочет нам о вас информацию знать а что вы скрываете от него у вас есть другой мужчина видите как он видит почему это вы ушли вы такая вся наполнена вы же любить умеете видите какой он вас сзади видит красивый в ночи здесь идет мужчина едет вернее медленно на своем коне вот он думает а у нее что другой мужчина появился у нее другой мужчина появился я хочу об этом узнать а как я могу узнать не надо к ней к самому к вернее мне к ней самому нужно близко так подойти и понять это она уже любит кого-то другого а она другого любит вот что больше всего хочет знать любите ли вы кого-то другого или нет а теперь посмотрите сколько здесь темных карт с фоном темным я здесь постоянно мешаю посмотрите сколько с темным это знаете о чем говорит это говорит о том что у него сейчас мысли о вас они такие смутные они тяжелые они непонятные они действительно темные потому что у него к вам очень много вопросов ответа практически нет так что он еще хочет узнать он что вас ревнует да он хочет понять как он может вами манипулировать и он думает о том что это вы сейчас своим уходом от него манипулируете это вы сейчас манипулируете им ему ли по ним манипулируйте тем что может быть вы можете завести какие-то отношения с кем-то еще с другим мужчину конечно не хотел бы этого так хорошо теперь такой вопрос если он узнает что у вас есть другой мужчина что он будет делать он сразу все возьмет в свои руки принимаете он сразу все возьмет в свои руки а это в каком смысле он все возьмет свои руки давай это как это понять он вам сразу будет говорить о любви он сразу будет говорить ты у меня любимой единственно давай вернись все будет хорошо я тебя обещаю я тебе обещаю праздник жизни мы с тобой так заживем у нас будет все замечательно я буду дарить тебе столько любви еще знаете здесь какой момент тоже может быть у кого-то сто процентов проиграется Если он узнает, что у вас кто-то есть, он быстро себе двоих или троих женщин найдет. Причем это будет сделано специально для того, чтобы вы увидели. Может быть, они ему даже не нужны, но он в отместку вам найдет их. Так что здесь разделилось 50 на 50. Или он будет вас возвращать, и он будет здесь делать все для этого. Или же он сразу себе автоматически каких-то девочек найдет, ну, женщин, так скажу, с которыми прям, вы знаете, прям публично будет где-то ходить, смеяться, там, целоваться, может, обниматься, чтобы вам в отместку, чтобы вам сделать побольнее. Потрясающе просто, господи. У него прямо ума палата. Ничего лучше найти он и придумать не мог, да? Да. Как отомстить женщине, найти еще каких-то подружаек. Ну, потому что, видите, у меня здесь что идет? Вот такая у него любовь к вам. Опять в темноте, посмотрите. Это такая глубокая, темная, депрессивная какая-то любовь к вам, которая никак, наверное, не получается. Так, замечательно. Я же прямо не знаю, что спросить. У меня все вопросы из головы вылетели. Так, раз он способен, он такой, да? Может быть, себе как будто найти. Если он будет вас добиваться, то это хорошо. А если он кого-то себе найдет, то это уже все, точка будет. Я думаю, что вы, тем более, вряд ли вы к нему вернетесь после всего этого. Хорошо. Чего он добивается? Давайте спросим, чего он там добивается. Но он добивается вашего возвращения, чтобы вы обратили на него внимание. И когда он найдет себе других девочек, то, что я сейчас говорила до этого, он это сделает для того, чтобы вас спровоцировать, вашу ревность, вашу реакцию. Чтобы вы вышли из себя, чтобы вы подумали, боже мой, как я могла его бросить, как, оказывается, я его люблю. Вот он хочет затронуть ваши, ваши, знаете, струны души. Почему он к вам так привязан? Вот почему он к вам так привязан? Потому что он вас... Слушайте, он обожает вашу фигуру. Он вас сильно любит. Он никогда таких женщин не встречал. Потому что мужчину, этому мужчине, в принципе, тяжело открыться в отношениях. У него были женщины, с которыми он себя чувствовал еще хуже. То есть в депресснике с ними был. Они вводили его в какие-то депрессии. Они вводили его, я не знаю, чуть ли не в сумасшествие какое-то. Он с ними не развивался. Он с ними был зациклен и закрыт, и ущемленный какой-то, понимаете, с низкой самооценкой. Вот такие у него были женщины. Такие, знаете, марамойки. Как их называют-то? Я не знаю тоже, как сказать. Которая не раскрывает мужчину. А еще хуже из него. Я не знаю, что она из него там делает. Лепит просто. И тут он раз в жизни встречает вас. Вот такая яркая, такая красивая, самодостаточная. Которая знает, чего хочет. Которая знает, куда идет. И которая знает, как правильно взаимодействовать с мужчиной. Но то, что он косячит, это только его косяки. Вы уже со временем это все понимаете. Прошу прощения. Вы все-таки... Потому что у меня тут уже начинается, понимаете, на эмоциях. Что я уже не могу это передать даже. Я это чувствую настолько сильно. У меня как психосоматика уже. Я скоро с ума сойду на этих всех раскладах. Но он просто понимает для себя, что такой женщины у него никогда рядом не было. Такой яркой, красивой. Который может ему что-то дать. С которой он не может просто тупить. Он должен развиваться. Он должен куда-то идти вверх. Но он тупит, потому что он не знает, как по-другому. Он, видать, не знает, как правильно. И вы это тоже со временем понимаете. Что, боже мой, что не за неандерталец какой-то, а? Ну что это опять детина большая, неразумная. Мне опять его воспитывают и учить, что ли, а? Сколько можно. Когда мне уже нормальный в жизни мужик достанется. С которым я буду просто счастлива, как женщина. Что я вечно мучаюсь-то с ним. Еще. Давай, давай, давай. Давай уже, доведи меня до истерики уже. И успокойся уже. Еще. Что он хочет от вас? Давай. Что он хочет от вас? Ну что он хочет? Вот, вот чего он хочет. Вот, вот. И не как бедный к этому пройти нему. Что он прекрасно понимает, что вы даны друг другу высшей силой. И посмотрите, какие вы разные. Причем он может одевать маску. Он считает себя белым и пушистым. А на самом деле у него черная кожа и, наверное, черная душа. Но одевает маску. Маску белого пушистого. А вы такая, посмотрите. Вы такая сама белая, но лицо у вас черное. У вас, скорее всего, тоже маска. Маска черная. Вы такая белая и пушистая, но вам приходится, знаете, открывать иногда ему и показывать, может быть, какие-то такие вещи, которые вам не хотелось бы. А потому что по-другому никак ты его не воспитаешь. Тебе приходится не только пряником его, еще и кнутом воспитывать. Потому что мужик по-другому не понимает. Хочется быть белый, пушистый. Так что нельзя. Он же сядет на голову и все сделает, что надо. Понимаете, да? Вот. Вот так вы друг друга видите. Один белый, другой черный. Два веселых человека, как говорится. Он хочет быть с вами в паре, но никак не может найти к вам подход. Потому что вы разные. У вас мысли разные, но это еще считаем, что мужчины и женщины, они в принципе разные. А вы с ним еще договориться не можете. А я представляю, если он мусульманин, а вы христианка. Если он живет где-то в Италии, а вы в России. Это же вообще разные культуры, понятия, вероисповедания, традиция. Это же вообще кошмар. А если он еще русского не знает. И вам приходится постоянно, мамма миа, ему что-нибудь через гугл переводить. Это же вообще просто застрелиться можно. Но он знает только одно. Что вы для него золотой пентакль. От которого он не готов. Не готов от этого золотого пентакля отказаться. Хоть это он знает, слава тебе, господи. Дальше поехали. Ой. Это такое счастье, когда мужику дается умная женщина. Это такое счастье. Понимаете? Вот мужчине любому можно позавидовать. Только не все мужчины это понимают. Есть, которые понимают и ценят свою женщину. А есть, которые нет. Они, бедные, не знают, как от такой избавиться. Вот когда он не знает, как избавиться. Девочки, сделайте все. Чтобы от него избавиться, черт твоей матери. Пусть идет гулять себе какую-нибудь такую же ненормальную. Возьмет в отношения. И пусть там маются оба, как два придурка. А вы со стороны будете смотреть и думать. Господи. Как хорошо, что я от него избавилась. И найдете себе нормального. Вы думаете, нормальных мужчин нет? Есть. Девочки, они есть. Они есть. Нормальные есть. И хорошие тоже есть. Едем дальше. В чем будет делать? Давай. Что ты будешь делать? Ты возвращаешь женщину, собираешься? Нет? А? Совесть у тебя есть? Ой, бедный. В ночи готов приехать он? Да. Конечно, понимать, что тяжело это сделать. Это тяжело сделать. После того, что было. Может быть, он даже, кстати, вам ночью напишет. Позвонит. И даже еще, знаете, в такой манере. Типа. Типа, это не он вам пишет, а это вы себя навязываете. Знаете? Типа, ну что ты там? Ну как ты там? Что, замуж еще тебя не взяли? Знаете, вот с каким-то таким подтекстом, с таким уколом. Будет он вас добиваться, нет? Будет. Причем он сейчас уже готов это сделать. Причем в любви, как на войне, все средства хороши. Как говорится, да? Поэтому в ход будет пускаться все. В первую очередь его хитрожопость. Все. Да? Готовьтесь. Потому что вы от него закрыты. Он за вашей спиной уже там что-то думает. Понимаете? План Барбаросса разрабатывает. Как к ней подступиться? Как мне ее взять? Как китайскую эту стену, а? Сразу штурмом взять? За одну ночь или нет? Нет, видите, здесь в ночи у него. Вот сегодня ночью, наверное, девочки, готовьтесь. Вам напишут что-нибудь такое. Хоть стой, хоть падай. И какая-то это очередная будет манипуляция. Прежде чем ему отвечать, сто раз подумайте. Хорошо? Потому что здесь мужчина, у него такой подтекст будет. Что ты несколько раз прочитаешь это предложение и будешь думать. Он вообще нормальный, когда он это писал? Нет, девочки, он все хорошенечко предусмотрел. Прежде чем вам что-то написать, он сто раз подумал, как это будет выглядеть, а потом вам написал. Поэтому прежде чем ему что-то писать, тоже сто раз подумайте. Хорошо? Не торопитесь. Не торопитесь. Он такой хитрожопый у вас. Вы тоже включите хитрожопость. А что? Клин клином вышибают. Еще? И что он там собирается? Ну, давай. Что ты там собираешься? Как возвращать женщину? Понятно. Хитрожопость. Дальше. Ну, думать будет. Понимаете? Вы для него вот эта змея. Посмотрите. Вот он сидит так в кресле у себя сейчас дома. Или на веранде там где-то. И вот он смотрит на это дерево, и тут такая змея-анаконда. Вот это вы для него такая анаконда. Он смотрит на вас и думает, как мне эту змею провести, чтобы она меня не укусила и меня не сожрала. Как кролика просто. Как мне с этой анакондой в ночи поступить, а? Вот он сегодня сто процентов будет сидеть и думать. Что мне с вами... Вернее, что мне с ней делать, да? Что мне с ней делать? Потому что эта змея пока не подозревает, что я тут нацелился хитренько ее вернуть. Господи, что же он вас так боится, а? Девочки, вы ему что последний раз сказали? Что вы сожрете как кролика, что ли? Вот вы мне объясните. Что же он вас так боится? Дама Пентаклевая, даму Пентаклевую, он видит вот такой анакондой, таким удавом. Вы ему точно, наверное, сказали. Еще раз только появись. Я тебя тут сожру с потрохами. Еще? И что? Давай. И что ты там собираешься? Как покорять эту анаконду? Ну как? Он к этой анаконде Ивановне подъедет вот на таком, хоть чуть ли не сказала, на белом осле. На белом коне, девочки. Вот здесь, видите, жезл у него тут все. Там ему кричат. Наверное, друзья все говорят. Давай, давай. Ну ты же мужик. Давай. Ты же должен, блин. Ну что ты боишься? К бабе езжай. Давай быстрее уже. Да. И вот здесь он такой, видите, в качестве победителя. Он должен вас вернуть. Он должен завоевать. Он приедет в таком красном, наверное, красном пиджаке, да? Как в 90-х. Вот такой весь красивый. Машину, наверное, помоет. И такой на белом коне заявится, да? Он хочет, чтобы вы его увидели. Еще знаете, что интересно? Вот если вы где-нибудь на работе его увидите. Вот я вам говорю сейчас 100%. Вот слушайте. Если вы с этим человеком работаете где-то, утром, когда все идут на работу, вы посмотрите, он прям будет выходить из машины весь такой чистый-чистый, облизанный просто вообще. Там запонки золотые. Духами там, я не знаю, Джорджа Армания прям веет на всю, на весь ваш корпоратив. Там рубашка белая, накрахмаленный воротничок, костюмчик весь побритый, чесанный, просто мужчина-персик. И он будет еще так делать вид, типа он идет на работу мимо вас и вас не замечает. Это все специально для того, чтобы вам показать, смотри, детка, ты меня не хочешь, а я такой красавчик. И еще он специально перед вами может заигрывать с другими коллегами. И это будут не мужчины, это будут женщины, коллеги из его там, я не знаю, офиса, да, или там с его кабинета. И он там будет одной комплименты делать, а та и рада просто уже. Ай, Васенька, да, да, я тебе сегодня за кофем бы зайду. И вторая такая же дура там тоже. Ой, ой, ты мне комплименты скажешь. Да они и рады, понимаете? Они и рады. Это все делается вам в отмеску. Ну, они просто там другие, других он берет лишь бы эти, для фона, понимаете? Для общей массы фона. Типа, девочки, давайте, потешите мое эго перед этой красоткой, которая меня знать не хочет. Это как-то так, знаете, тут хат вообще отдыхает, понимаете? Спектакль еще тот будет. Поэтому ваши действия, вы даже не смотрите на него. Вот если вы, знаете, даже боковым зрением увидели, что он вышел там с какими-то бабами общается, проходите мимо, как будто вы его не знаете. Потому что он будет, он из кожи вон будет лезть, чтобы вы его заметили, чтобы вы его увидели, чтобы вы как бы, знаете, это как щелчок по носу. Типа, смотри, ты меня не захотела, детка, а у меня вот тут баба возле меня крутится. Да-да, я такой красавчик. Вот сиди и жалей. Сиди у тебя, у себя на работе, в офисе там тоже. И жалей, по мне страдай, давай-давай. Понимаете? Поэтому здесь нужно быть поспокойнее. Надо проходить мимо и вообще сделать такой вид, как будто вы его тоже не знаете. Кто это? Это из какого офиса? Из какого крыла? Чуть в первый раз вижу. Это новоработник, что ли? А, вы секретарь, не секретарь? То есть, понимаешь, здесь тоже так, надо на стерву хорошую тоже включить и все. Ему в отместку сделать такой вид, как первый раз вообще видите его. Вот потом он закукарекает. А вы тоже в следующий раз оденьте красное платье в пол, я не знаю, красная помада, красные ногти, причесом, перекрасить в блондинку и походка от бедра прям в офис. Чтобы ваш начальник просто упал, понимаете, от шока. Не то, что он. Да-да. Клин-клином вышибает. Ну и что, давай, ладно, все уже. Ты в красном, он к девочке готов, все в красном приедет к вам. Весь такой, прям такой, прям вот прям, понимаете. Вот только персик как будто с самой высокой ветки свалился прям вам под ноги. Типа, детка, посмотри, какой я сладкий. Давай, что будешь дальше делать, давай. Давай, жрица, ничего, все. Его самое главное о себе заявить, себя показать. Понимаете, чтобы вы поняли, кого вы потеряли, боже ты мой. Чтобы вы себе локти кусали, как вы могли его бросить. Чтобы вам неповадно было, чтобы вы всю жизнь свою, как знаете, киноленту вот так вот просмотрели. Что вы себе простить не могли, как вы могли его отправить в лес погребы. Что вы его заблокировали, послали. Потому что у него цель вот таким образом себя вернуть. Не бегать за вами, понимаешь ли, подарить вам кольцо и сказать, милая, прости, вернись. Я люблю тебя. Нет, что? Здесь же гордость. Он же на коне. Он же тут у нас, у него инстинкт вот этого маленького Наполеона. Ему же всем доказать надо, какой он ценный у нас тут персик. Так, хорошо, ладно. Девочки, что вам ожидать в ближайшее время? Готовьтесь просто уже. Но вы его где-то увидите. Где-то увидите, где-то услышите. Вы прям почувствуете, знаете, что... Ну, с чем-то к вам пришел. Он с чем-то к вам пришел, что он вас ждет. Что вот эта вот вся свистопляска тут, это ради вас. Это он делает из отчаяния какого-то собственного, да. Из отчаяния, что уже все никому не нужен. И вот надо как-то. Это так будет все по-детски. Это как-то все будет так. Ну, вы такое уже видели, знаете, когда вам 18 лет было. Вот этот детский сад вы уже этот проходили. Поэтому вам даже где-то смешно будет. Вы даже будете думать, боже мой, он, господи, когда поумнеет, да. Ну, что у него за детские такие выходки? А ну, куда это годится уже? Боже, боже ты мой, я... Ну, вот даже такие мысли у вас будут. Ну, а что ему делать? Здесь, может быть, мужчина инфантильный. Может быть, он такой нарциссический. Вот это может быть такой нарциссический характер. А вы его кинули, а он там как бы... Он бедный себе простить не может, что вы его кинули такого, да. Его же никто никогда не кидал. Может быть, здесь мужчина просто холостяк всю жизнь, холостяк. У него никого нет. Он бедный уже не знает, как за женщину ухаживать, как женщину любить, как женщину добиваться. Но не знает он. Вот он делает только то, что у него в детском садике здесь вложено его, понимаете, коробчонку пустую. Как там за девочками он бегал, как он там что-то им капризы устраивал. Вот это все осталось у него в том, понимаете, в том виде зачаточном. Поэтому тут какой-то инфантильный, не знаю, мягкотелый мужчинка вот... Ну, короче, вы понимаете, девочки, вы понимаете. Беда прям с таким мужиками, ей-богу. Прям беда. Еще, давай, давай. Что от него ожидать, девочки, вам? Давай. Ой, ой, весь он в черном сегодня. Мне, посмотрите, я сколько сегодня мешаю карту, он весь в черном, весь в черном. Конфликт неразрешенный. Из этого конфликта он, знаете, как собирается выходить? Вы ему одно слово, он вам два. Вы ему три слова, он вам четыре. Причем, если вы будете прям открыто ему говорить, ну, ты же сделал вот так, ты же захотел, чтобы я от тебя ушла. Он скажет, я? Когда я хотел? Он будет вот так выкручивать все, весь разговор, все предложения, что вы будете думать, господи, может, мне вкащенька-то уже надо. Может, я что-то не соображаю, а? Может, я дурная уже стала? Потому что он будет как уш на сковородке выкручивать каждое слово, понимаете? Ему надо эту сложность всю составить так, чтобы вы не могли разобраться, что он не прав. Он будет выкручивать, что вы не правы. Он будет говорить, ну, я же тебе так сказал. Это ты подумал, что именно это вот так, а я тебе же так говорил. И вы будете думать, ну, да, действительно, он же мне так сказал. А почему я так подумала? Ему нужно заставить вас почувствовать себя виноватой. Будьте аккуратнее. Ещё. Ещё, да, да. Здесь мужчина, знаете, вот ему тоже хочется вывести вас на эмоции. Да. Знаете, почему вывести на эмоции? Чтобы вы тут просто вскипели и как вулкан взорвались просто. Ему надо вас вывести на эмоции, потому что он соскучился по вашей страсти женской. Когда женщина истерит, когда она ругается, некоторые мужики просто кайфуют. Они в экстаз входят, понимаете? У них оргазм тоже может случиться на ей почве. Вот здесь мужчина может быть, кстати, таким. Ему нравится выводить женщину, чтобы она кричала, ругалась. Это страсть, это эмоции, это чувства. Он, да, да, детка, давай. Сейчас я тебе ещё что-нибудь такое скажу. Выйди из себя, да, выйди из себя. Дай мне эмоции. Я так соскучился по ним. Мне ж никто больше эмоций никаких не даёт. Давай ты хотя бы дай мне. Хоть так дай мне. Да, он играться будет. А он будет, это его игра. Это его игра. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Мы везём с собой в сундуке кота, да? Поэтому, девочки, здесь такой... Я же сказала, что он хитрожопый. Ну вот я же сказала, что вот тут вот всё вот так вот крутит, 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 крутит вокруг вас. И на эмоции выводит. И играется с вами. Но потому что он по-другому не может. Почему? Потому что он любит вас. Он вас любит. И чтобы этого не показывать, не показывать своих настоящих эмоций, не показывать своих чувств, он их хитрожопит, выводит на эмоции, с вами играет. И будет вас вот так вот, знаете, юлить, водитель по этим каким-то вопросам-ответам между вами, чтобы вам истину свою не показать. Вот здесь зачаточный. Вот оно самое главное. Вот что он скрывает. Это свою любовь к вам. Это свои чувства к вам. Это свои эмоции к вам. А вот, хорошо, уже заканчиваю расклад. Мне такой вопрос. Зачем? Кто ему сказал? Кто ему объяснил? Я по башке дала бы. Этому человеку кто научил, что надо скрывать свои эмоции? Мне можете кто-то объяснить, а? Где это, где это, где ему это приказали закрыть? Это вот это эмоции, чувства. Где это? В садике, в школе, дома? Где это? С чего он взял, что надо эмоции от женщины закрывать? Я тогда понять не могу. Он сам закрылся. Никто. Он сам. Почему? Давай. Давай, потому что я уже сама нервничаю из-за тебя. Давай, почему ты решил, что надо свои эмоции закрывать от женщины, ей не показывать? С чего ты это решил? По справедливости. Еще? По справедливости почему? Кто тебя заставил? Чего? Откуда? С какой причиной это? Откуда это выходит? Откуда ноги растут? Закрылся. Еще, еще. Причину. Давай, давай, давай. Я не отстану, пока даме причин не скажешь. Еще? Еще? Посмотрите, все черные карты. Все, я поняла. Вот теперь слушайте. Знаете почему? Этот человек, если был женатый официально, его в отношениях не уважали, об него вытирали ноги, об его чувства, эмоции вытирали, прям вот некрасиво вытирали ноги. Скорее всего, мужчина развелся, остался один и дал себе слово, что больше никогда не будет ни одну женщину любить. И никогда ни одну женщину не покажет свои эмоции. Это первое. Второе. Если мужчина никогда не был женатый, у него неправильно или некрасиво или нехорошо, невозможно складывались отношения с другой женщиной по той причине, что у него у самого очень сильный характер, очень холодный характер, жесткий характер. Если мужчина ваш имеет отношение к военному делу, юриспруденции, то тут мужик железобетонный. И то, что вы вывели его на эмоции, заставили его себя любить, вам надо просто золотой памятник с медалями прицепить и на Красной площади поставить, потому что у вас получилось этого человека раскачать на эмоции. Потому что, по сути своей, это железобетонный человек, который вообще ничего не берет, никакая любовь и ничего. Еще этот человек закрылся от любви, потому что его в свое время какая-то женщина из прошлых отношений, с которой он был достаточно серьезно, может быть, строил с ней какие-то отношения, но они не пришли к чему-то разумному, не дошли до брака. Почему? Опять же, потому что та женщина его комплексовала, та женщина его подавляла, та женщина его, та женщина ему никогда не говорила, что он лучший, что он красивый, что он любимый. Она, возможно, вытирала об него свои ноги, она его укоряла, она его, ну, в общем, ну, в общем, вы поняли. Это все идет оттуда, это все идет с прошлого. Поэтому здесь мужчина, самое главное, закрывает свои эмоции от вас. Это уже не его комплекс такой. Я буду делать все, чтобы ей уже больше этого не показывать. А на самом деле он вас очень сильно любит. Но он почему-то думал, что... Он почему-то думал, что ему не дано будет никогда любить никого. Что любовь пройдет мимо него. Он никогда не почувствует, что это такое. Что любовь вообще может не существовать в жизни. Он в это не верит. Он может даже рассуждать на эту тему. Вы от нее будете в шоке, почему он так думает. Он будет реально говорить, я в любовь не верю. Ее не существует. Не такой женщины, которую я полюбил бы. Это может быть даже было во время ваших встреч или свиданий. Но он на вас залип. Вы понимаете, он на вас залип. И вот когда он на вас залип, он стал тщательно это скрывать. Свои чувства, свою любовь к вам. А откуда ноги растут? От этого своего закрытия и своих чувств. Откуда ноги растут? Из прошлого растут они. Из прошлого. Он дал себе, знаете, как присягу. Как я не знаю, что он там. Что никогда никого, да, я в жизни не полюблю. Пока вы не появились в его жизни. Пока вы не появились в его жизни. Поэтому тут еще тот стратег. Он будет вас добиваться. Потому что уже все, здесь уже затронуты чувства. Он залип хорошо на вас. И больше ему никто не нужен. Вы единственная женщина, которая раскачали его на это. Поэтому, когда затронуты чувства, просто так человека не забыть. Это кошмар какой-то. Какой тяжелый человек, а, девочки. Вот я вот здесь смотрю, мне уже тяжело. Я представляю, как вы с ним отношения там строите. В кавычках строите. Как вам тяжело. Ну, значит, наверное, такая ваша судьба, да? Вот такой был. А у меня, смотрите, здесь иерофант. Видите, на дне колоды. Да, вот он король мечей, ваш мужчина. И вот он иерофант. Это ваша судьба. Вам дали такого человека. Значит, надо принимать то, что дали. Вот такой был расклад. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А самое главное, будьте счастливы. Пусть у вас в личной жизни все наладится. Я вас всех люблю. Целую, обнимаю. И до скорых встреч. Спасибо.